Всем привет дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать о том, что макарон абсолютно не обязательно готовить на миндальном муке. Вы уже видели, я как-то показывала видео о том, что делала макарон из грецкого ореха. В этот раз хочу попробовать делать его на обычных семечках подсолнуха. Они получаются вот такие вот ровные, красивые, с прекрасными юпочками. Можно готовить из даже арахиса, можно сделать смесь 50 на 50 семечек, допустим, и миндаля. Можно из тыквенных семечек готовить. В общем, я буду готовить в этот раз из обычных семечек, чищенные покупала на рынке. Я их решила немножечко поджарить. Если вам не нужен ни цвет лишний, ни вкус, поэтому можете не поджаривать семечки. Буду измельчать их в блендере, добавив немного сахарной пудры, для того, чтобы она связала масло, которое будет выделяться из семечек, так как они довольно жирные. Затем измельченные эти семечки просеиваю сквозь мелкое сито, туда же просеиваю и сахарную пудру. Хорошенько смесь эту перемешаю и обратно еще раз просею сквозь сито, для того, чтобы смесь стала тоже более однородной и красивой. Буду добавлять сюда один белочек. Я буду брать 48 грамм. Это у меня получилось белок одного крупного яйца S0 размером. Я не принципиально отношусь прям к весу 51-53 грамма. Я считаю, и так все прекрасно получается. И это лишние проблемы с лишними весами. Это, ну, ни зачем не нужно. У меня получается все и так. Затем нам понадобится еще один белочек, который мы будем взбивать уже. И будем взбивать его, закрепляя его с сиропом сахарным. Для сахарного сиропа всыпаю сахар в кастрюльку и добавляю сюда воду. Затем сотейник нужно будет поставить на небольшой огонь. И после того, как у нас все закипит, еще минутку оно у нас покипит, начинаю взбивать яичный белок, который у меня остался, со щепоткой соли. Белок нужно взбить до хороших таких плотных пиков. Я бы сказала, чтобы можно было перевернуть нашу посудину и белки не выпадали. И затем тонкой струйкой начинаю вводить сироп. Сироп у меня где-то около 118 градусов. То есть я не до 110 держу, а до 118 где-то. Я считаю, так будет более крепкая эта белая взбитая масса. И тогда будет более устойчивый макарон, с ним будет легче работать. Особенно, если вам его потом красить. Если вам красить сейчас, вы можете красить эту массу прямо сейчас, то есть белковую. И у вас получится один цвет макарон. У меня должно было быть два цвета, поэтому я буду красить потом. Посмотрите, вот такая красивая масса получилась. При перевороте она абсолютно никуда не плывет, не выпадает, ничего с ней не происходит. Буду вмешивать белковую массу в несколько этапов. Вначале возьму буквально чуточку, меньше трети. И начну вмешивать ее. Тем самым облегчая нашу массу. Когда она плюс-минус вмешалась уже у меня, добавляю еще где-то треть хорошую следующей белковой массы. И таким образом ввожу всю белковую массу в нашу либо ореховую, либо как у меня вот массу из семечек и сахарной пудры. Масса становится немножечко мягче, это хорошо, она не должна быть у вас прям стоячая. Она должна немножечко начать сползать как бы с лопатки. Лучше всего делать это вот силиконовой лопаткой. То есть она не должна у вас падать кусками, она должна как такими клювиками и сползать. Так как я буду красить свои массы в два разных цвета, разделила. Одна у меня будет вот такая, добавила немножечко зеленая и буквально там пол капельки голубого красителя. Чтобы у меня получился такой слегка бирюзовый цвет. А во вторую буду добавлять немножечко желтого красителя. Здесь, заметьте, у меня сухие. Там были оба жидкие пищевые красителя, а здесь сухие. И немножечко коричневого добавлю. Чуть-чуть вот буквально перемешаю. И пускай мои сухие красители немножко соединятся с влагой и начнут растворяться. Они так быстро уж не расходятся, как гелевые, допустим. Поэтому отсаживать буду вначале зеленые, а потом эти. Здесь работаем быстро. В принципе, высыпаю в кондитерский мешок. Можно в обычный плотный пакет, даже хоть с молока без разницы. Выпекать буду на вот таком тефлоновом коврике. Я уже его не раз показывала. И в распаковке я очень много чего пеку на тефлоновом коврике. И стараюсь максимально сверху отсаживать ровненькие макарончики. Учитывайте, что они немножечко поползут у вас в стороны. Можно отсаживать в шахматном порядке, можно вот так вот. Абсолютно у меня не принципиально. Если у вас остаются сверху клювики, то затем нужно будет немножечко струснуть поднос, на котором ваши макарончики. Затем оставляю макарончики хорошо обветриться вокруг. Некоторые пишут на 15 минут. Это бред. Их нужно оставить на полчаса, а то и на час, чтобы они хорошо подсохли сверху. Иначе они растрескаются и не видеть вам шпачки. Вот такие вот макарончики полностью засохшие. Я отправляю в духовку, которая разогрета у меня до 250 градусов. Вставляю в духовку и выключаю духовку. И там они у меня до остывания. Если вдруг у вас случается такое, что потом макарончики плохо отстают от дна. То есть не совсем проготовились. То есть вы на одном попробовали. И вы включаете духовку тогда на 140 градусов. И еще минут 5 печете при температуре 140 градусов. Затем достаете. Ожидаетесь, пока полностью остынут макарончики. И тогда они у вас будут прекрасно абсолютно просто слетать с противня. С любого силиконового коврика, с любого там пергамента. Они будут просто у вас слетать. Получаются вот такие вот очень красивые макарончики. Покрывать в начинку я буду использовать шоколадный ганаш. Всегда использую ганаш. Здесь у меня фруктовый ганаш с грушей. Для него мне понадобилось где-то 100 грамм немножечко уваренного грушового пюре. Затем в это грушовое пюре добавила 2 желтка, которые остались после макарончиков у меня. И немножечко это уварила. Потом в горячую массу добавила 100 грамм белого шоколада. Я хорошенечко дождалась, пока он растает, перемешала. И оставила в холодильник, пока оно у меня не загустеет до той консистенции, чтобы я могла нанести в макарончики и оно у меня не плыло. Затем, вы видите, добавляю крем и соединяю половинки. Получаются очень-очень красивые, очень вкусные макарончики. Я уверена, что это самый простой рецепт и он обязательно у вас получится. Обязательно поставьте палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok